Шахматная доска, пешки и 4 часа игры. Для 82-летнего Лаврентия Маслянка партия пролетает незаметно. И так с самого детства. Маститый игрок специально приехал из Курагинского района сразиться на региональных соревнованиях. Соперник попался не слабый, поэтому отвлекаться от игры нет времени. Идет хорошо, нормально. Интересно, игра в нашей игре. Шахматист говорит шепотом, чтобы не мешать соперникам. Это этикет игры. Игроков собралось почти полсотни. Это не только ветераны. Молодежи здесь хватает. И она не упустит шанса обыграть профессионалов. А опыта им на это хватит. Многие уже стали чемпионами республики. Поэтому неудивительно, что молодая девушка сражается с пенсионером. Это программа развития шахмат в Сибири. Видимо, время было такое, что людям может не до шахмат, не до спорта. Сейчас большой очень наплыв детских шахмат. Учиться мыслить логически никогда не поздно. Но лучше, как говорят знающие шахматисты, сесть за доску с ранних лет. Шахматисты уверены, игра будет полезна любому ребенку. Она развивает интеллект. Шах и мат. Партия выиграна. Кстати, внегласно эту игру можно назвать даже королевской. А появилась она в Индии около двух тысяч лет назад. Но тогда на шахматной доске стояло всего четыре фигуры. Сейчас же шахматисты работают шестнадцатью. Разобраться в хитросплетениях игры для новичка не так-то и просто. Поэтому в рамках соревнований в Абакан приехали гроссмейстеры из Красноярска. Они научат еще юных шахматистов комбинациям, которые поставят в тупик соперника. А вот сами соревнования закончатся в конце следующей недели. Анастасия Павловна, Владимир Чебодаев. Новости. Седьмой телеканал.